Привет всем мои дорогие! Всем чудесного денёчка! Сегодня хочу поговорить на тему такую. Вот стрессы. Конечно, все знают, что такое стрессы. У каждого в жизни всегда бывают стрессы. От этого никуда не денешься. Современная жизнь, она такая нелёгкая, непростая. Да я думаю, любая жизнь, которая была, может и раньше, всегда были какие-то препятствия, всегда какие-то были вещи, которые выводили людей из себя. И это, конечно же, стресс. И это приводит к тому, что в теле собирается огромное напряжение. И это может быть и после тяжёлой работы, это может быть после каких-то важных встреч, разговоров. Да и обычные какие-то бывают стрессовые ситуации в семье, на работе, в окружении. Никуда не денешься от этого. Даже, бывает, по телевизору что-то рассказывают или какие-то. И это тоже, конечно, вводит человека в стресс. Особенно если у кого такая чувствительная психосоматика. А если нет, так всё равно, знаете, идёт такое обрабатывание людей по телевизору. И все эти вещания, и газеты, и всё, что люди волей-неволей, конечно же, поддаются стрессу. А вместе со стрессом приходит и сильное напряжение в теле. Это можно, знаете, ощутить тогда, когда вот, это замечаю очень хорошо, когда вот начинают делать массаж. Делаю массаж, и я ощущаю, вот какая мышца напряжена. Или то ли это руки, то ли это плечи. Вот. И особенно вот спросите массажистов, и они, конечно же, скажут, что, допустим, этот человек очень напряжённый. Вот у него там мышцы напряжены, он в стрессе. А это действительно так. И что же делать? Как, значит, снимать это напряжение? Значит, и как... Какие есть способы расслабления? Ну, способы расслабления очень много. И у каждого они, конечно же, свои. Кто-то идёт на дискотеку, и это для него расслабление. Он говорит, я расслабляюсь. То есть кто-то, значит, доходит, выпил там пиво. Это тоже для него расслабление. Кто-то взял книжку и читает, и весь ушёл с головой в события этой книги. И тоже как бы расслабился, чувствует, что после этого хороший как бы стресс ушёл, и расслабление пришло, и напряжение как бы покинуло. Ну, и хочу вам сказать, что вот стресс, это, конечно, очень плохая штука, потому что напряжение в теле вот часто вот растёт, растёт. Если нету нужного расслабления или какое-то частичное, то это напряжение собирается. И там, где оно собирается в тех частях тела, потом, значит, получаются блоки, блоки энергетические, и там, конечно же, любят селиться болезням. Вот это, конечно, где какая чакра плохо работает, где какая, значит, каждая чакра связана с определёнными органами. Эти органы, конечно же, плохо работают, и там, в общем, болезни. И поэтому, значит, нужно как бы не допускать этого, а вовремя уметь расслабляться, снимать стресс и напряжение. И, значит, хочу вам сказать, что есть ещё, конечно, много способов. Вот, например, и аффирмации есть, и когда мы идём молиться, это тоже, конечно, мы снимаем напряжение, это тоже мы убираем стресс. Что способствует стрессу и напряжению? Это наши беспокойные мысли, которые не дают нам покоя. И иногда смотришь этих мыслей так много, и они не поймёшь, откуда взялись, и для чего они, а как-то человек и не может их остановить. Для этого, конечно, очень хорошо подойдёт такой способ, как медитация. Вот хочу вам подсказать и рассказать об одной медитации, которую я, значит, с успехом использую, и мои ученики, и многие знакомые. Значит, эту медитацию хорошо делать в спокойной обстановке, когда никого нету дома. Вот я так люблю, когда, значит, даже ни радио, ни телевизор, ничего, это чтобы не работало, и вот чтобы не мешали никто, чтобы детей не было. Просто выбрать определённый себе какой-то там полчаса, час, чтобы никто вам не мешал. И так, знаете, когда я вот начинала только заниматься, и делать медитации, и рейки, и афирмации, всё это, то вот даже домашние мне говорили, ой, значит, заходили там посредине, и там что-то говорили, я потом сказала. Железный закон. Когда я занимаюсь, никто не мешает. Вот это, как говорится, личное моё время. Каждый человек имеет право на своё личное время. Кто-то идёт, значит, занимается спортом, кто-то книжку, кто-то телевизор, кто-то ещё как-то. А это, значит, медитация, которая, значит, для того, чтобы успокоить тело и дух, нужно спокойствие. Значит, вот постарайтесь просто так и поговорить с домашними и сказать, вот мне сейчас нужно там полчаса, час, и чтобы никто не мешал. Значит, эту медитацию хорошо делать, конечно же, в состоянии лёжа. Ляжьте, значит, займите удобное для вас положение. Лучше всего, чтобы, значит, не скрещивать ни руки, ни ноги. Так энергия хорошо идёт, и нету никаких, значит, заслонов, и не образуются никакие блоки. И вот вы вот так вот успокоились и обращаетесь своим мыслям. Пожалуйста, очень вас прошу, освободите, пожалуйста, мой ум, уйдите. Иногда, значит, бывает так, что они сразу не хотят уходить, начинают как бы там брыкаться, начинают одна наперёд, другой лезть. Вы, значит, просто скажите, вот сейчас, пожалуйста, прошу, уйдите. И вы увидите, что, если у вас сильное намерение и желание, они потихоньку начнут уходить. Обратите внимание, как это будет происходить. Иногда бывает, это происходит бурно, они бегут так прямо, как потоком, как река. Иногда они как-то спотыкаются одна на другую. Иногда это бывает как такое спокойное движение, медленно, медленно, не подгоняйте, пусть всё идёт своим чередом, естественным чередом, так, как и положено. Вот вы увидите, как через какое-то время вы почувствуете, что мысли как бы не осталось, не возвращайтесь, не обдумывайте ничего, просто доверьтесь процессу, доверьтесь процессу расслабления. Вы чувствуете, как мысли уходят. И не нужно потом думать, ой, может где-то осталась мысль, я пойду её искать. Нет, не надо. Пусть будет пустошь, образуется вместо мысли, образуются пустоши. И там ничего искать не надо. Просто доверьтесь этому процессу. И наблюдайте за собой как бы со стороны. Вы почувствуете, как ваше тело постепенно приобретает лёгкость. Вы почувствуете себя в какой-то момент, что вы такой лёгкий, как пёрышко, возможно, как облако. И может вы даже себя увидите, как облако, и вы парите. И это такое придёт мгновение, что вы как бы себя почувствуете очень лёгким, невесомым. И подайтесь этому процессу. Пусть он, значит, ведёт вас. И вы обратите внимание, обращаете внимание, что с вами происходит. Потом у вас будет время это всё обдумать. А пока что в процесс не нужно вклиниваться. Ничего, никаких мыслей, ничего. Просто вы плывёте. Плывёте медленно. И так как это ваш ритм, ваш процесс. Ничего, значит, никакая мысль, чтобы не прорывалась. Просто вы спокойно отдыхаете, расслабляетесь. Ваше тело лёгкое, невесомое. Мысли нет. Пусто. Можно сказать, ум пуст. И не беспокоен, а спокоен. И пришла тишина. И вот подайтесь этой тишине. Пусть она ведёт вас. Время ушло. Нет времени. Вы не думаете ни о каком времени, никаких заботах, ни о чём. Просто вы отключились, и вы подобно облачку, невесомому летите. Возможно, вас начнёт убаюкивать. Может быть, в этом состоянии вы войдёте в сон. Не сопротивляйтесь. Пусть тогда это будет сон. Если нет, просто спокойно наслаждайтесь этим состоянием. В какой-то момент вы почувствуете такую радость, такое наполнение, такое расслабление, и вам будет очень-очень хорошо. Запомните эти состояния, которые будут сейчас с вами. После медитации вы это будете вспоминать, анализировать, и потом это всё вы поймёте. Даже будут иногда какие-то подсказки, часто бывают во время медитации, приходят какие-то картинки. И потом хочу вам сказать, дорогие мои, после этой медитации я очень советую взять ручку и тетрадь, или листочек, и записать всё, что с вами произошло. А пока вы находитесь без времени, вы просто парите, и вам хорошо. Вам хорошо, и в какой-то момент вы чувствуете, что вы до такой степени наполнились покоем, тишиной, так расслабились, вам так хорошо, и вы рады, и вы очень-очень комфортно вам в этом состоянии. А в какой-то миг, конечно, вы почувствуете, что пришло время возвращаться, и вы вернётесь медленно и спокойно. И тогда вы можете сказать мыслям, вы можете вернуться, но не торопитесь, у нас впереди целая жизнь. Мы вместе будем ещё долго. Пожалуйста, не волнуйтесь, пожалуйста, идите спокойно, я вас люблю, и я хочу, конечно же, чтобы всё было по высшему благу хорошо. И вы почувствуете, как тело ваше тяжелеет потихонечку, вы возвращаетесь в явь. Сразу после того, как вы ощутили своё тело, вы почувствовали, что мысли начали возвращаться, они будут возвращаться очень осторожно, они не будут бежать, они будут уже такие, знаете, осмотрительные, потому что место пустое, и они как-то будут слегка даже неуверенно туда обходить, и будут вести себя очень пристойно, вы за месте. И, значит, когда придёт действительно осознание, что вы вернулись, ощутили своё тело, всё это вы ощутили, значит, пришла тяжесть, вы потихонечку ещё дайте своему организму полежать и отдохнуть. Сразу, не нужно сразу возвращаться, значит, открывать глаза, это не нужно. Потом с открытыми глазами тоже можно полежать ещё минут десять. Ещё после медитации я рекомендую выпить тёплого чаю, хорошо тёплого чаю с травками, вот какие вы любите. Если вы любите ромашку, это ромашка, если любите зверобой, зверобой, или шалфей, или просто чай, это очень хорошо выпить потом горячего чаю. И после этого, когда вы уже пришли в себя, в я вернулись, поблагодарите высшие силы света за то, что они помогали вам проводить эту медитацию, своё высшее я, и скажите вселенной, я люблю тебя, огромная благодарность за помощь, за то, что я живу здесь и сейчас. И возьмите сразу, пока вы не забыли, возьмите листочек или тетрадку и ручку, и запишите это ваше состояние. Что вы видели в медитации, как она проходила. Я вам хочу сказать, что многие, которые умеют визуализировать, значит, они просто целенаправленно, просто во время медитации направляются туда, куда им, значит, где им комфортно, где они были много раз, и они опять туда приходят, и там они расслабляются. Если со временем вы это научитесь сделать, это будет очень хорошо. И тогда, знаете, как вот бывает у человека любимый уголок, любимая аллейка, любимый садик, или любимая, значит, любимая книжка, к которой мы возвращаемся, и там нам как-то комфортно и хорошо. Знайдите такое место, чтобы это было хорошо и комфортно для вашей души. И тогда вы сможете очень хорошо, быстро и легко снимать напряжение и расслабляться. Что такое снимать напряжение? Это снимать стресс. Когда человек умеет хорошо расслабиться, то он быстро приходит в форму, и здоровье его очень хорошее. Не зря говорят, что в здоровом теле здоровый дух. И наоборот, когда дух здоров, то и тело здорово. Всем, дорогие мои, желаю чудесного денёчка. Будет мне очень интересно узнать, делаете ли вы медитации, помогла ли вам эта медитация моя, в общем, нравится ли вам это. И хочу узнать, как вы снимаете стресс, как вы расслабляетесь, как снимаете напряжение, потому что это очень-очень насущная тема. Это, конечно же, не тема для одного видео. Буду, конечно, на эту тему много делать видео, потому что, знаете, это такое у нас в жизни постоянно происходят стрессы. И всё зависит от того, как человек умеет это всё воспринимать, как он умеет расслабляться и приходить быстро в норму. Потому что такая жизнь невозможна, как говорится, без этого обойтись, без... Если, говорится, всё в доме хорошо, то где-то пойдёшь в очереди, постоишь и тоже можешь подхватить этот стресс. Когда человек энергетически сильный, когда он умеет быстро выходить из сложных ситуаций, это очень хорошо. Вот для этого я вам дала эту медитацию. Надеюсь, что вам это поможет. и хочу вам сказать огромную благодарность, поблагодарить за вашу дружбу, поблагодарить за лайки, подписки. Всех люблю. Желаю чудесного дня. Ваша я.